Слава нашему Господу за то, что Господь еще дарует нам благословенное время для того, чтобы еще помолиться некоторое время, призвать имя Господне. И это сегодня очень важно, я много говорить не буду, просто я немножко дополню из того, что в процессе и обеда, и отдыха еще дополнили из откровений, из видений прочих, которые были показаны, но я хотел бы сказать, что для нас время это особенно важное, и то, что мы сегодня делаем, очень ценно, потому что служение – это особенное служение. Я хочу сказать одну истину, на которую мы часто не обращаем внимания. Мы очень ищем откровений Божиих, но мы не всегда готовы их выполнить, эти откровения, потому что они требуют отдачи. Одно дело – получить откровение Божие, а другое дело – хотя вообще-то откровение Божие не требует защиты, но, тем не менее, уже надо отстоять, потому что те, которые не согласны, они будут доказывать, что это неоткровение. Это раз, и это очень важно. Если мы что-то видим, если мы что-то слышим, чтобы мы знали, что мы видим и что мы слышим. Понимаете, о чем я говорю? В чем сложность? Сложность заключается в одном нюансе, что обычно откровения даются тогда, когда простыми глазами это не видно. Если это можно делать по анализу, то зачем откровения надо? Вы меня поняли, что я говорю? Если я вижу, что брат раздражительный, зачем откровения я и так вижу? Если он обидчивый, то я с ним поговорю два раза, да и вижу, что он обидчивый. А вот Господь, как правило, дает откровения такие, которые не видно человеческим взглядом. И вот тут надо уже думать. И тому, кто получает, и тому, кому оно направлено. А вот эти откровения, они довольно часто идут в разрез с человеческой логикой. По разуму надо сделать вот так. Так тогда зачем откровения, если разумом можно это сделать? И я не говорю, что мы разумом ничего не можем делать. Бог и разум наш присвящает. Но в некоторых случаях разум говорит одно, а откровение Божие другое. Поэтому, что я хочу добавить к этому? Когда это касается решения очень важных вопросов, то мы никогда не должны основываться на одном откровении. Независимо от того, через кого это откровение пришло. Потому что последствия могут быть очень важными. Вот почему очень хорошо, когда на одну и ту же самую тему, где-то независимо друг от друга, мы получаем откровения. И они совпадают. Я могу вам привести примеры, почему это служение такое сложное, почему он опасное. И почему он такой проблем так много вызывает. Простой пример. Вообще он не простой, но он библейский. Когда Навуходоносор окружил Иерусалим и Израиль войском своим, то если следовать опыту прошлому, то израильцане поступали правильно. Они готовили на время осады пищу, запасались оружием. И нормальным откровением было бы, что приготовляйтесь, будьте мужественны, будьте тверды, и сражайтесь за свой народ, и во имя Господа, и за имя Божие. И люди так и думали, и пришли молиться к Еремии. И сказали, помолище нас, что скажет Господь, мы выполним. И Господь десять дней ничего не говорил им. А потом говорит, вы, против, сами себя погрешили. Было бы лучше, чтобы не искали откровения. И выдает им откровение. Вы должны открыть ворота, сдаться сару Вилонскому и пойти в плен. Они когда выслушают, говорят, а что это за откровение? Говорят, мы этого не сделаем, потому что это не одного. Бог не мог так сказать. Как Бог мог такое сделать? Может быть, если бы мы были в то время, может, то же самое на Еремии сказали бы. Но мы сегодня умные, потому что мы задним числом все знаем. И уже сегодня мы знаем, что это было слово от Господа. Потому что было время, когда нужно было завоевывать, отвоевывать, защищаться. А это было время, когда Бог сказал, все, хватит мне с вами цацкаться, как мы по-белорусски говорим. Вы то клянетесь служить Богу, то опять отступаете, и опять, и опять хватит уже. Вы пойдете в плен на 70 лет. И если смиритесь, почините и пойдете, будете иметь благословение. Если останетесь здесь, будете воевать, все погибнете. И вот еще даже у царя на Бухадоносора остаться только одни калеки, то и они пойдут и возьмут, разобьют вас. Вот Еремия получила откровение. Люди просили откровение. Но как они навалились на Еремию после? Ты говоришь, предатель, ты зла этому народу желаешь? Мы столько времени делали все, чтобы защищаться, а ты развалившись? Это не Бог говорил, и все. Но Еремия-то знает, что Бог говорил. Поэтому это не просто все. Поэтому, наверное, мы сегодня подумаем и перестанем молиться об откровениях. Потому что получит тот, кто получил откровение, и получит тот, кто не хотел выполнить. И все будут виноваты. Потому что не всегда. Вы помните, другое место Писания напомню. Когда пришел голод в землю, где Авраам странствовал во время Исаака, у Исаака был опыт. Когда был голод в земле странствования, то Авраам в Египет ходил. А тут Бог говорит Исааку, не ходи в Египет, а живи здесь, где голод, и я тебя благословлю. А если пойдешь туда, где хлеб есть, выбирай одну из двух. Или ты будешь есть кусок хлеба и потеряешь благословение. Или ты будешь голодный и будешь иметь благословение. Это ж так всегда бывает. Вот почему сегодня мы так много об этом говорим. Мы хотим, чтобы сосуды бодроствовали. Потому что это не просто все. Постороннему, кто только наблюдает за сосудами, ему проще. А вот самим это далеко не просто все. Потому что действительно можно самому отказаться от своих откровений. А так тебе дадут. Ты не захочешь откровений, ничего не захочешь. Потому что по разуму это не может быть. Это не видно. И поэтому Еремий и в Яме побыл за свои откровения. Он то понял, что этот город будет отдан в руки царя Новохадоносора. И как только он чуть-чуть отступил, он в дверь и выходит из города. Говорит, куда ты? Ну, с города выхожу. Ты к халдеям хочешь перебежать? Ты предатель. Говорит, да нет, не предатель я. Говорит, знаем тебя. И в Яму его. Вот пусть он там свои откровения переосмышлит хорошо. И скажет откровения от Господа или не от Господа. А мы сейчас-то говорим, что еще от Господа проблем не будет. А кто-то сказал, что не будет проблем. Всегда были проблемы. Не от Господа будут проблемы. И от Господа будут проблемы. Потому что мы проблемные. Если не все точно из одного. Вот потому это все и вот так вот и неприемлемо. И поэтому очень хотелось бы. Я еще раз повторяю, чтобы мы, как сосуды, бодрствовали. Искали совета Господня. Искали благословение Божие. Потому что это очень важно. И сегодня было откровение о том, что не все понимали, что значит бодрствовать. Некоторые понимают бодрствовать. Это значит не упустить момента, когда Бог будет говорить. Это тоже бодрствование. Но сегодня для нас идет речь о другом бодрствовании. Бодрство, чтобы лукавый не умешался. Бодрствовать в жизни, чтобы не попасть в счете. Чтобы не сыграли свои собственные амбиции. Вот чем главное бодрствование. Я уже вам рассказывал и говорил об этом. Вот как эти грехи имеют свой голос и как они уклинивают все последствия. И это очень хорошо видно. Особенно вот в группах наших молитвных, я не знаю, что таких случаев имел, когда эмоции очень сильно действуют, захлестывают людей. И уже если тебе загорелась обида или загорелась боль какая-то, все, на сторону всякое пророчество. Нет никакой гарантии, что это будет от Господа. Это вполне может быть свои собственные взгляды. Вот понимаете, что я говорю? Если неспокоен, мир нарушен, уже имеешь против кого-то что-то, все, стой. Вложи назад свое пророчество и щади и помалкивай. Вокуда не придешь в надлежащее состояние. Иначе будешь пророчествовать и будешь думать, что от Господа, а это будет не от Господа. Вы, наверное, никто не забыли одно местописание, которое говорит так, что будут убивать вас и будут думать, что они этим служат Господу. Вы, наверное, помните это место? Будут думать, что служат Господу. Но думать, что служу Господу и служить Господу, наверное, очень разные вещи. мы все думаем очень хорошо о себе и своем служении. Но нам важно, что Господь думает о нашем служении, о нашем характере, о нашем поведении. Мало ли, что мы можем думать, много что можем думать. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы были просто бодрствующими. не очень однажды, а случай один запомнился такой. Я даже не помню, откуда-то сестра приезжала, потому что у нас бывает со многих сторон и вообще я никогда не записываю точно, кто откуда. Но и приехала вроде беда какая-то. Опустились мы на колени молиться. Как она замолилась, как стала ликовать, а я думаю, и чего ты приехала, у меня такой радость нет, как у тебя. А потом оказалась имитация, не чистый дух. Я говорю не чистый. Почему? Не на основании откровений. Не на основании откровений. На основании того, что он открылся и стал говорить, кто он, и отвечать на вопросы. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы вот духовную зрелость или духовную радость не имитировали плоти, не обманывали ни себя, никого. Давайте мы будем искренни. Особенно, когда мы наедине молимся. Особенно, когда мы еще собираемся. Вы меня поняли, что я хочу? Чтобы мы были такие, какие мы есть. И не надо быть лучше и духовнее, чем мы есть на самом деле. Это никому не надо абсолютно. не нам лишним. И Господу это не надо. Еще это и надо, но тому, кто обманывать очень сильно хочет. Поэтому я просто напомню некоторые моменты вот этого бодрствования. Один из моментов, почему пророки допускают ошибки. Настоящие пророки. я опять повторяю, и я не имею в виду тех, которым Бог никогда ничего не давал или тех, которые уже одержимы. Вот сложилось такое мнение у сосудов. Как только почувствовали коснувшие Дух Святой, тут же начинает пророчествовать. А это совсем не значит, что Бог уже говорит. Он может просто тебе лично тебя смущение, и он касается, чтобы ты знал, что Бог не оставил. И тогда ему ничего не докажешь. Явная неправда. Но он тут чувствовал, что Дух Святой прикоснулся. Нет Дух Святой. Вот почему многие, не знаю, как кто, они ищут знака от Господа. Дай мне знак, когда ты начинаешь говорить, и когда ты кончаешь говорить. Уловили вот эту деталь, это и будет бодрствование. Мы очень часто бурно ведем себя, когда молимся. Можем прыгать, можем кричать, можем орать, можем визжать, что только мы не делаем, что только не услышим на молитве. а потом говорим, это Дух Святой. Я говорю, не Дух Святой, это ты. Дух Святой коснулся, а орал ты. Вот и все. И мы эти вещи должны понимать, что Дух Святой, Дух Святой, а я, это я. И вы сами, наверное, знаете, вы все имеете свой характер, и одни очень сдержанные, когда вы получаете то, что вы хотите, а другие очень эмоциональные. И потому здесь зависит не столько от того, что вы получили, а от того, как вы себя вести умеете в той другой обстановке. Поэтому кричим, ну, священ мы, слава Богу, еще не свистим, но что-то умеем делать. Говорим, это Дух Святой, Не Дух Святой, это ты. И здесь надо различать вот эти вещи две. Дух Святой есть Дух Святой, а уже как я себя веду под влиянием Духа Святого, это уже другое возможно и по-другому. Можно не кричать, так как я кричу постоянно, голос срываю, но я так привык и кричу. Ну, можно же не кричать и проповедовать можно, не так громко кричать. И когда мы молимся в группе, можешь не орать, так как я ору часто. Ну, знаете, забываешь про все и как будто голосом можно что-то сделать. Ну, чем мне вот так вот получается. И просто мы должны сегодня очень хорошо понимать эти вещи. И себя не уводить в заблуждение и других в том числе. А нормально, естественно. Какие мы есть, такие мы есть. На что еще хочется обратить внимание сегодня, друзья? Проверка бодрствования. Очень часто люди, особенно которые видение видят, путают свои мысли с видениями, которые Бог дает. Вы уловили то, что я говорю? Я сегодня очень долго говорил о том, что Бог пользуется нашим механизмом воображения. И мы его все имеем. Я такой простой пример всегда привожу. Вы закроете глаза, и я вам предложу. А теперь представьте ваш дом, в котором вы живете. Думаю, нет проблем у вас, да? Мгновенно вы все видите. Но где вы видите? В воображении вашем. Вы можете вообразить. Но что вы что можете вообразить? Но в первую очередь эту свою жену и своего мужа. Это однозначно. вот закрываем глаза и видим точно, как оно есть. Но когда Бог дает видение, вот то, что вы сами можете вообразить, вы тут же можете переменить. мгновенно. Это в вашем подчинении все находится. Можете закрыть глаза, вообразить танк, можете, можете. А потом я вам скажу, а теперь вообразите свою автомашину, которую вы имеете. Нет проблем тут же. Потому что это в вашей власти находится. Но когда Бог что-то показывает, этот механизм заклинивает. Вы видите то, что Бог показывает, и не можете видеть другого. Вы можете направить свои усилия поменять, а оно заклинило. Вы поняли меня, что я говорю? Я не имею ввиду, когда вас мгновенно что-то промелькнуло в вашем разуме. Когда промелькнуло и ушло. Но есть видения очень шуткие, которые стоят перед вами и когда-нибудь попробуйте, если вы видите видение. Я пробовал, я очень редко вижу видение, но я пробовал. Я напрягаю ущелье поменять, ничего не меняется. У меня заклинило все. Я вижу то, что вижу. Я опять попытался поменять, ничего не меняется. У меня что-то здесь в голове не работает. Потому что этот механизм уже не я держу в своей власти, а держит Дух Святой или Тот, Который показывает. К чему я все это веду? Я очень хотел бы, чтобы мы научились прежде всего проверять самих себя. И это надо. Я недаром говорил о том, что дьявол может подделывать все. я однажды рассказывал это видение. Почему я говорю я? Я их очень редко вижу, но я немножко понимаю тогда, вот встретившись с этими явлениями. Я понимаю в некоторой мере, как это происходит все. Несколько раз у видений Христа видел, который говорил. Но как-то у меня сразу отложилось вижу видение. Я давно напуган вот этими ложными вещами. С самого детства, с самой ранней юности Христа настолько много было этих отклонений, настолько много было неправды, что просто проигнорировать эти вещи, ну, про всем желание не будешь. И как только это видение появляется, во имя Иисуса Христа покажи руки. Раз руки раны здесь вот от гвоздей. Потом раз, наверное, два, три. Потом однажды видения то же самое, рост тот же самый, голос тот же самый, образ тот же самый. Но что-то внутри вот так вот тревожится, что-то не то. А во имя Иисуса покажи руки. Раз, опустил. Ага, у меня подозрений больше, что-то. Воймюся, покажи руки. Раз за за то так вот. Ага, вот этот дьявол это ты. Шорный сразу стал. То есть Бог показал, что нужно что-то от Господа, чтобы иногда различить, что есть что. А со стороны и почти раз со Слова Божьего говорил. Поэтому это вещи довольно серьезные. И если он умел приступать к Иисусу Христу, было такое, правда? К нам через грех приступает. Через какого-то непонимания. Но у Иисуса Христа у него не было этих вопросов. Они не стояли на повестке дня. Где-то он не помолился, где-то не сбодрствовал, но приступал и искушал и так далее. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня как сосуды Божьи просили Господа, Господи, научи меня бодрствовать и дай мне знаки вот эти, которыми я мог руководиться, чтобы где-то различить, когда особенно от дьявола хитро приступает. Вы поймите, что я не хочу вас не напугать всех. Я наоборот хочу, чтобы была свобода. Но то, о чем я говорю, это реальность нашей жизни. Это не просто выдумки, это реальность. Это неприятная реальность, жестокая реальность, опасная реальность. Но это реальность. И Библия говорит нам, что сам сатана что делает? Он приходит и говорит, но здравствуйте, тут у барановича собрались, я сатана, я хочу с вами побежать. Такого никогда не будет. Он принимает вид ангела света, выдает тебе за Христа, за Бога и начинает работу свою. Мы же его так не примем, так просто. Он принимает вид ангела света. Поэтому мы еще раз будем молиться. Я думаю, это будет последняя молитва сегодня. Уже время идет. я думаю, нам не очень-то наскучило. Ну, кому могло наскучить? Чем, которые не молились, когда мы здесь молились. Вот им было скучно. Они думали, когда они кончат выходить, когда они домой наконец пойдут. Ну, а кто приходил сюда молиться, и кто молился, помогал, то им не было скучно. А когда скучать? Поэтому как сегодня Дух Святой напомнил, мы должны войти в молитвенную атмосферу. И тогда у нас много проблем снимется, которые существуют до сегодняшнего дня. Ведь согласитесь, те же самые сосуды. А я этим никого не укоряю, потому что это жизнь наша такая. Может быть, утром помолился 10 минут, а потом где-то на огороде, где-то уполит, целый день. И тут приезжает, и тут молится. атмосфера то нет той, что надо. Закрываешь глаза, а там что, картошку садишь, да? Не ангел летает, а картошка. А было такое, правда? Когда за грибами ездили, начинаете молиться, а вас боровики лезут, потому что ваше воображение этим наполнено. Поэтому я сегодня об этом говорю. Или кто был рыбаком, просидел целый день, потом глаза закрыл, клюв, 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 круги расходятся кругом. Так бывает, правда? Поэтому вот очень важно вот при всей нашей загруженности именно насыщаться образом Божиим. Я сегодня немножко читал с этого места. Эта тема представлять Господа перед собою. И конечно там трудно. Тогда еще даже слово от Господа, то и то сомнение в самого есть. Потому что вот нет этого общения. Вы скажете, это очень трудно. Я понимаю, что трудно, но мы никуда от этого не уйдем. Поэтому очень хотелось бы на практике, как это сделать при нашей загруженности. Наверное, мне трудно ответить, но чем не менее надо. Может быть, ночью Господь даст возможность молиться. вот я, допустим, не хвалюсь, но я только могу после 12 часов ночи молиться. Вот я иногда до 4 часов ночи помолюсь. Потом одна сестра сказала, я ее не унижаю. Она говорит, приехала молиться, а он живает. Она думала, что я за день устал, а в самом деле я спал 3 часа всего, потому что мне надо было молиться. Это для меня не страшно. Но я понимаю, вы меня поняли, о чем я веду речь. Просто если мы не найдем время для молитвы, его не будет никогда. Но если даже мы от себя оторвем где-то, где-то не поспим лишний час, оно просто окупится старой цель. Ну хотя бы может быть куда-нибудь заблуждение не попадем, но не выдадим от имени Бога того, что вообще Бог и не думал говорить никогда. И это уже будет хорошо. Если я даже помолившись понял, что я не готов к служению, это уже хорошо. Вот вся беда в том, когда мы не готовы, а думаем, что готовы, и пошли, и тогда можем наделать делом много. И тогда вся община не разберется с нами, и область не разберется, что с нами когда, где было. Поэтому мы встанем на наши ноги, еще раз будем молиться, будем просить Господа Духа молитвы, будем просить общение перед Господом, и пусть Господь благословит нас и на эту заключительную молитву. Господь упавшую в добрую почву я буду взращивать и оно принесет плод и плод добрый это будут плодоносные дети мои но тот кто в печи ныне стоит и ожесточил сердце свое и говорит не надо мне это он он говорю такой душе какой плод ты принесешь мне и что ты сделаешь для меня поэтому говорит дух святой бодрствуй народ бодрствуй и стой на страже сердца своего фор 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 ибо это в этом есть воля моя и это угодно мне фор фор грамм и готе чтобы народ мой фор фор готе приносил плод фор готе готе аллилуйя ибо воля воля моя совершается ныне по земле фор а фор труд великий я совершаю дар кро фор фор грамм готе с аллилуйя дети дети говорю Говорю вам, форгромен и готес, аллилуйя, а воочи, стойте в истине моей, форгромен и готес, аллилуйя, чтобы труд ваш, форгромен и готес, он был благоуспешен, чтобы этот труд, форгромен и готес, аллилуйя, я благословлял, я сопровождал, форгромен и готес, лайд и гломан, ибо мое благословение с теми, форгромен и готес, аллилуйя, а воочи, кто ныне припоясан, кто стоит, форгромен и глот и кромен и готес, и жаждет, и просит, Господи, благослови. Я благословляю и я даю, форгромен и готес, такой душе. А кто форгромен и глот и флайны, форгромен и готес, аллилуйя, а воочи, говорит, Господи, я чего-то достиг и я что-то имею, форгромен и готес, говорю такой душе, форгромен и готес, покайся, покайся, форгромен и готес, аллилуйя, а воочи, ибо ленивая ты душа, форгромен и готес, аллилуйя, аминь. Господь дорогой, ты видишь и знаешь все, дорогой Спаситель, ты действительно проверяешь сердца каждого из нас и знаешь не только то, что мы говорим, ты знаешь, что мы думаем. Ты видишь соответствие наших мыслей и наших слов и соответственно ты даешь каждому из нас имя по своему Господь анализу, по этой глубине твоих измерений, которыми ты, Господи, измираешь сердца наши, великий и чудный Бог. Поэтому мы просим тебя, благослови, мы не хотим остаться такими, какие мы есть или какие мы были. И если даже, Господи, что-то нам неприемлемо и непонятно, то дай нам, Господи, думать об этом, анализировать, чтобы, Господи, не остаться в стороне от твоего дела, не остаться в стороне от твоей работы, которую ты совершаешь и в сегодняшний день. Поэтому, дорогой Господь, благослови каждое сердце и душу, дай нам, Господи, ощущать явно твою милость, ибо мы, Господи, хотим расти духовным возрастом и не во имя свое, не для того, чтобы о нас люди говорили хорошо, и даже не для того, чтобы наши церкви были лучше, чем другие, а только для того, чтобы ты был прославлен, чтобы, Господи, ты был возвеличен, чтобы было открыто еще многим людям могущество крови твоей, которые являются единственным средством исцеления от греха. Дорогой Господь, мы не хотим преследовать никакие свои цели, мы не хотим иметь хотя бы чаще какой-нибудь гордостью Божией, но мы хотим прославить имя Твоё. И если это и есть в нас, в любом месте, нас проверь, Господь, хорошо, помоги нам избавиться от этого всякого превосношения, помоги нам стать, Господи, шмиранными перед лицом Твоим, ибо Ты сам сказал, что Бог гордым противится, а шмиранным даёт благодать. Только дай нам, Господи, силу не шмириться перед грехом, не шмириться ни перед каким преступлением, Господи, перед никаким беззаконием. И вот, Господи, не шмирение, это будет отступление от Тебя, это будет победа греха и смерти. А мы хотим наступать на всякую разную силу, но смираться перед Тобою. И если надо, не шти поношение Твоё, ибо оно есть, это неотъемлемая часть нашего служения, это неотъемлемая часть нашей жизни. Господи, благослови, дай нам успех во всяком деле, дай нам Твою благодать, дай нам помощь Твою, и пусть Твоё благословение разольётся по нашим щемням, по нашей области, по нашим облащам. Господи, благослови нашу Белоруссию. Мы хотим молиться не только за свою область, Господи, но мы связаны с Белоруссией. Мы живём в ней, мы живём, Господи, по соседству с другими областями. И нам очень хочется, чтобы наша страна запылала огнём пробуждение, чтобы рухнули эти редуты, эти, Господи, дьявольские стены, которые сегодня растут, эти стены греха и беззакония. Благослови, Господи, нашу Беларусь, благослови, Господи, наших братьев-служителей, благослови, Господи, наших епископов, благослови, Господи, также и Сергея Сергеевича. Ты знаешь, сколько Он делает, Ты знаешь Его состояние, Ты знаешь Его проблемы и трудности. Благослови, Господи, и мы хотим, чтобы Ты отличил нашу страну Твоим посещением, чудесами и знамениями Твоей действующей силой, которая, Господи, нам так нужна. Мы, Господи, устали говорить об этой силе, мы хотим видеть её, мы хотим знать эту силу, мы хотим исполняться Духом Святым, мы хотим иметь единство Духов в Союзе Мира, а это можешь делать только Ты, ибо у Тебя верное учение, у Тебя откровение истинное, у Тебя та глубина, на которую, отплывши, можно забрасывать щечи для ловы, и они не будут, Господи, пусты, потому, Боже, помоги нам выходить с этой поверхности, научи нас отплывать на глубину. Мы так хотим быть, Господи, на глубине, и сегодня дьявол так часто выталкивает нас на поверхность, чтобы сделать, Господи, ещё поверхностным, неглубоким, этим, Господи, наносным, чисто плоским, Господь. Но мы хотим Твои глубины, мы хотим видеть Дух Святой, мы хотим видеть славу Твою, мы хотим, Господи, видеть благословение Отец и наш Отец. И мы сегодня, как дети, просим Тебя, мы не можем командовать Тобой, Господь, мы не можем Тебя требовать, потому что Ты Бог, а мы человеки. И мы, Господи, знаем, что Ты даешь больше, нежели можем потребовать. Ты, Господи, гораздо большие планы имеешь о нас, чем мы сами себе это представляем. Поэтому, Господи, благослови нас, мы хотим иметь Твое благословение, каждый из нас, Господь. Научи нас не произноситься друг перед другом, научи нас умещать друг друга, научи нас, Господи, любить друг друга. Боже, мы не хотим слов, мы хотим дела, мы хотим видеть, Господи, то, о чём говорим. Мы не хотим быть пустыми мечтателями и выдавать, Господи, желаемое за действительное. Мы хотим видеть реальность, мы хотим видеть реальные плоды Духа Святого. Мы хотим видеть реальные плоды веры. Мы хотим видеть действие Твое, действие Пятидесятницы, действие апостольские, действие этого первого дня, когда Ты, Дух Святой, сошёл на нашу планету с шумом сильного ветра, с этими огненными языками, которые потрачли тогдашний мир, которые совершили переворот, которые год мы заложили в фундамент, который дьявол пытался растушить тысячелетиями. Но до сегодняшнего дня Церковь Твоя стоит, она строится, она умножается, и она будет построена. За что мы благодарим Тебя, и Ты вложишь нас, и уже вложил, как живые камни, в это прекрасное строение, которое называется Церковь Твоя, Господь. Пусть эта Церковь растёт, пусть она умножается, пусть она наполнится Твоей красотой, и пусть она будет такой, которой было раньше, когда Ты написал о ней, что никто из посторонних не смел пристать к ним, а Церковь умножала их числом, Господь, удаливши посторонних из нашей среды, в ком бы оно ни было, кем бы оно ни было хранимо, как бы оно ни было дорого нам, но если Ты увидишь это постороннее, удали, если даже это, Господи, вызовет плач у нас, если вызовет слезы, но мы хотим быть Твоей Церковью чистою, освященную, исполненную Духом Святым, и строишь там Своё основание, на фундаменте, которым являешься Ты, и на крови Твоей, которая однажды была вылита у подножия жертвенника, и сегодня являются движущей силой Церкви, как Ты, Дух Святой, Господь. Благоволение Твоё умножь для наших сердец. Мы не хотим остаться пустыми, но мы хотим видеть Твоё благословение, мы хотим иметь радость от Духа Святого, не поддельную, не плотскую, неформальную, а ту глубокую, которую никто у нас отнять не может, ибо она зависит только от общения с Тобою, и нисколько не зависит от окружающей обстановки, Господь. Мы можем только влиять на окружающую обстановку, но мы не можем изменить Твоих планов, но мы просим Тебя, дай нам, Сину, чтобы мы не изменились, и хотя бы времена не были, чтобы могли так сказать, как Твои апостолы сказали, когда их били, когда запретили накрывку говорить о Твоём имени, то они просили одного, дай нам с дерзновением говорить Слово Твоё, Господи, научи нас быть такими. Может быть, это легко говорить, может быть, нелегко в жизни жить так, Боже, но помоги нам быть такими, усоверши наше сердце, дай нам, Господь, увлечь эту Твою милость, и пусть Твоя любовь и в дальнейшее время восторжествует над всеми нами, над нашими проблемами в нашей жизни, и добудет знамя Твоей любви, поднятого Церковь высоко, чтобы все люди видели, что Церковь Твоя, она исполнена Духом Святым, это есть Дича Вечности, и у нее есть будущее, Господь. И когда Ты придёшь, когда вострубит Твоя последняя труба, дай нам быть готовыми к встрече с Тобою. Помоги нам не остаться здесь, на этой земле, чтобы после мы не сказали, ни Твоего или меня мы пророчествовали, ни Твоим или меня весом изгоняли, ни Твоим или меня чудеса творили, и чтобы не последовал ответ, я никогда не знал Вас, Господь. Мы и это помним, хотя верим Тебя, верим в силу Твоей крови, и знаем, что однажды, в Твой вечный день, мы будем вместе с сонным святым на святом небе, и будем там славить имя Твоего Вечно, Господи. И так благослови нас, дай нам Твою святую милость. Когда мы сегодня будем расходиться, Господь, благослови нас, будем отправляться в свои дома, и помоги нам вынести от чуда всё хорошее, не брать ничего плохого, что сразило нас, но пусть Твоя святая любовь и в будущее время будет действующей в нашем сердце для наших церквей, а для Твоей славы. А за сегодняшний день, за это богослужение, за вшение перед лицом поим, прими от нас хвалу и благодарение, как вечно наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.